Мы ушли из партии, и это окончательное решение. Окончательное решение пришлось отстаивать. Эти молодые люди – бывшие коммунисты. В конце января они покинули партию. Однако коллеги их не поняли. Депутат областной думы Ольга Алимова, по словам активистов, заявила – молодежь подкупили. Может быть, кто-то из политиков и переходит в другие партии ради денег. Но мы ни копейки не получили, и не собираемся работать за деньги. Обвинили ребята в подделке документов. Якобы заявления о выходе из партии и подписи в них были фальшивыми. Молодые люди уверены – это клевета. Все, бред. Конечно же, некоторые люди не смогли поставить свои заявления. Кто-то в армию, кто-то уехал в область. Чисто физически это было невозможно. Мы им позвонили даже в армию. Нам все, абсолютно все сказали, что они согласны с нашим решением, что они все уходят. Ну и пришлось, конечно, за них поставить подпись. Да, это было, но никто не отказывался, абсолютно все ушли. Помимо партийных споров, молодежь вспомнила об экологии. Совместно с партией «Патриоты России» они проведут акцию по сбору подписей против захоронения радиоактивных отходов. Она стартует уже завтра. Ну мы немножко должны думать о будущем наших детей. Что мы им оставим после себя, молодому поколению? Они что, должны жить на могильнике, на могилах жить, на радиоактивных отходах жить? Что касается бывших коммунистов, то планов у них много. Ребята хотят создать автономное молодежное объединение. Они будут сотрудничать с партией «Патриоты России». Это левое движение сейчас набирает обороты. Кристина Трушина, Александр Кравченко. Новости. Телеобъектив.